Путин впервые с начала войны лично присутствовал на заседании Совбеза. Знание независимости так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня Совбез обсуждал вопросы гражданской обороны. Тем временем издание «Медуза» со ссылкой на источники в администрации Путина рассказало о настроениях в российских элитах после отступления из Херсона. Журналисты узнали, что отход российской армии был воспринят очень болезненно. Собеседники издания считают, что в экономическом блоке есть понимание, что Россия проиграла эту войну. При этом в политическом блоке администрации, по данным «Медузы», настроены более оптимистично. Там по-прежнему надеются, что Запад перестанет поддерживать Киев из-за потребностей в дешевых энергоресурсах. Кроме того, в Кремле верят, что через несколько месяцев армия России станет более боеспособной из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте. Источники издания при этом признали, что на фоне военных поражений их стало еще больше беспокоить полная закрытость высшего руководства страны. Напомню, 11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона. Минобороны признали, что причиной стали трудности в снабжении. Город был оккупирован с самого начала полномасштабной войны с 1 марта. Прокуратура Швеции подтвердила, что взрывы на газопроводах «Северный поток-1 и 2» произошли в результате диверсии. Недалеко от места повреждения следователи обнаружили остатки взрывчатого вещества. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Я напомню, в конце сентября были повреждены 3 из 4 ниток российских газопроводов. «Северный поток-1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. Что произошло с газопроводами, до конца неизвестно. После инцидента Германия, Дания и Швеция начали расследование. В полиции этих стран версию подрыва считали основной изначально. По данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к следствию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять Россия. Москва, в свою очередь, считает, что в аварии были заинтересованы США и их союзники. В городе Вольнянск Запорожской области Украина выросло число жертв ракетного удара. Погибли 9 человек. Разбор завалов продолжается. По данным местных властей, накануне российские военные ударили пожилым районам Вольнянска. В результате был полностью разрушен двухэтажный дом. Российские власти эти удары не комментируют. Минобороны страны отрицают, что военные наносят удар по гражданской инфраструктуре. Накануне воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Российская армия обстреляла Днепропетровскую, Черкасскую и Киевскую области. Также известно о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области. Накануне пресс-секретарь Кремля заявил, что Россия наносит удары по объектам, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины. По словам Дмитрия Пескова, отсутствие света и тепла во многих регионах страны. Это в том числе результат отказа Киева от переговоров. Американская баскетболистка Бритни Грайнер находится в исправительной колонии номер два в Мордовии. Об этом сообщили ее адвокаты. Российский суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков. 4 ноября ее этапировали из подмосковного СИЗО. Но адвокаты и семья Грайнер не могли получить информацию о пункте назначения. В России это обычная практика. Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. В ее сумке нашли гашишное масло для вейпа. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США. Баскетболистке 32 года. Она играла за женский баскетбольный клуб УГМК в Екатеринбурге. Россия и США обсуждают обмен Грайнер. Вашингтон предлагает к обмену россиянина Виктора Бута. Он приговорен в США к 25 годам тюрьмы за контрабанду оружия. В Бангкоке во время саммита представителей Азиатско-Тихоокеанского региона сотни человек вышли на антиправительственный протест. Начались столкновения с полицией. Для разгона демонстрантов силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ. На видеозаписях видно, как протестующие кидали в полицейских камни бутылки и другие предметы, пока силовики оттесняли их щитами. Во время столкновения были ранены несколько человек, в том числе журналист агентства Reuters. Ее доставили в больницу. По оценкам полиции, на протест вышли порядка 350 человек. Не менее 10 были арестованы. Демонстранты требовали отставки правительства Таиланда во главе с премьер-министром Праютом Чаноча. Он в том числе принимает форум ОТЭС. Два дня лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона будут обсуждать торгово-экономическое взаимодействие, инфляцию, климат, а также войну в Украине. Северная Корея испытала баллистическую ракету, способную достичь территории США. Об этом сообщили в Токио. По их данным, ракета упала в море в экономической зоне Японии примерно в 200 километрах от территории страны. Данные об испытании также подтвердили в Южной Корее. Днем ранее поступила информация, что КНДР протестировала баллистическую ракету меньшей дальности. Там предупредили о более жестком военном ответе на условия США расширить взаимодействие со своими союзниками в регионе в сфере безопасности. Отмечу, в этом году Северная Корея провела рекордное количество подобных испытаний. Недавно она также произвела сотни артиллерийских выстрелов в море, когда США и Южная Корея проводили учения. В ответ на последний пуск в Вашингтоне заявили, что подобные испытания нарушают резолюции Совбез ООН и создают риски для дестабилизации ситуации в регионе. В Венгрии возобновились митинги с требованием повысить зарплату учителя. Уже традиционно среди демонстрантов сами преподаватели, ученики, а также их родители. По словам организаторов, акции прошли более чем в 40 городах Венгрии. Например, в Будапеште тысячи людей выстроились в цепь длиной около 10 километров. Демонстранты требуют не только повысить зарплаты, но и решить проблему нехватки педагогов в стране, а также повысить финансирование самих школ и других учебных заведений. Ранние власти Венгрии признали, что зарплата педагогов не дотягивает до среднего уровня заработка в стране. Однако заявили, что не считают забастовку решением ситуации. Большой скандал разразился в преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре. Королевская семья потребовала, чтобы Международная федерация футбола FIFA полностью запретила продажу алкоголя на стадионах. Чемпионат должен начаться всего через два дня, 20 ноября. Британская газета The Times пишет, что такая мера может вызвать недовольство футбольных фанатов. Кроме того, официальный спонсор чемпионата мира по футболу – известный пивной бренд Budweiser. Контракт с ним стоит 75 миллионов долларов. По данным газеты New York Times, решение о полном запрете продажи алкоголя на стадионах было принято сегодня утром. Турнир в Катаре с самого начала вызывал много споров и разногласий. И не только из-за того, что в стране по религиозным причинам запрещено распить алкоголь в общественных местах. По данным ФБР США, чиновники FIFA могли за взятки повлиять на выбор стран-организаторов чемпионатов. Среди них были Россия и Катар. Компания Twitter сообщила, что ее офисы будут закрыты до 21 ноября. Об этом пишут СМИ со ссылкой на письмо сотрудникам. Такое решение было принято после волны увольнений. По данным портала Business Insider, в компании опасаются саботажей и нарушений в работе систем социальной сети. Сотрудники стали массово увольняться из Twitter после того, как новый владелец компании, миллиардер Илон Маск, предложил им подписать свой ультиматум. В этом документе было сказано, что персонал должен работать много часов с высокой интенсивностью или увольняться. По словам нынешних и бывших сотрудников, среди уволившихся много инженеров. Среди них были те, кто отвечал за исправление ошибок и предотвращение перебоев в обслуживании платформы социальной сети. Это ставит вопрос о стабильности работы платформы Twitter. Илон Маск стал владельцем Twitter в конце октября. С тех пор компания переживает серьезную перестройку. Это главные новости к этому часу. С вами была Ольга Бешлей. До встречи.